Ведическое культурное центро И каждый раз приходится отвечать на одни и те же вопросы Так вот, для того, чтобы себя немножечко освободить от ответов Я решил рассказать в этой передаче всем и сразу Что это такое за центр и чем там занимаются Но опять же, чтобы не быть голословным Чтобы мне что-то из головы не придумывать Я решил поступить хитрее Я находился с 24 по 25 марта 2017 года Как раз под Суздалью на одной из сессий этого центра И там познакомился с разными людьми Которые пришли обучаться С ними было записано несколько интервью Это будут несколько укороченные версии Но они дают представление о том Что люди думают об ведическом культурном центре слова И о том, что в нем происходит Прежде чем включить первое интервью Наверное, следует отметить Что это была всего лишь навсего первая сессия Первого курса То есть люди с нуля там оказались Еще не имели никакого представления О процессе обучения И о том, что там будет происходить И тем важнее как раз эти самые интервью Вот теперь после этого уточнения Можно включить первую запись С Тамарой Михеевой Из города Москвы Слушаем С вами Народная славянская радио Алексей Орлов Я нахожусь на очередной сессии Ведического культурного центра слова В Суздале Вот такой замечательный центр В таком замечательном городе И мало того Мне, как я уже говорил Большое счастье в жизни Дано встречаться с очень интересными людьми И сегодня у меня собеседница Очень милая барышня Во всех смыслах этого слова Благодарю И зовут ее Меня зовут Тамара Фамилия моя Михеева Я из Москвы Ну сейчас мы находимся в Суздале И наверное ты желаешь рассказать Как ты в Суздале оказалась И причем не просто на экскурсии Да А в центре слова Ну меня привело в центр слова Душа В сентябре месяце Ничего случайного не бывает В нашем мире Находясь на Ютубе Я зашла на Народное славянское радио С ума с этим И там Вот надо было так Что я попала Как раз Когда выступал Из центра слова Арисвет И стала слушать О чем он говорит И он говорил Очень правильные вещи Те, которые В принципе Вы знаете Их просто не хватало Вот идешь В стену Упираешься Душа подсказывает Что вот что-то надо пройти А куда идти Ты не понимаешь Вот темнота Ну и естественно В помощь Google Да Залезла В интернет Нашла Центр слова Оставила заявку На обучение Потому что я Понимала Что мне это просто необходимо Просмотрела на Ютубе Опять же таки От Народного славянского радио Все Какие были Об этом центре Интервью И очень ждала Когда наступит тот момент Когда будет группа Я приду сюда обучаться Был такой момент Что немножко не понимала Куда, чего То есть То ли Буквица То ли руны Вот какой-то такой Внутренний был раздрай Но душа подсказала Что все-таки Это буквица Очень ждала того момента Когда мне пришлют приглашение За это время Я прочитала Большое количество литературы Опять же таки Мне подсказывала душа Что это необходимо Ну Семья Внуки И понимаешь Что наверное Мы немножко Ну кто-то немножко Кто-то немножко Живем Как в тумане Как во тьме Вот Что-то происходит А что происходит Мы не понимаем Но Вот Если брать меня Я уже порядка двух Даже более двух лет Не смотрю телевизор Я просто его Своей жизни Выбросила Он висит на стене Но Как таковой Я в общем-то Даже не обращаю На это внимания Потому что есть К счастью Появляется Та литература Появляются Те передачи Когда ты понимаешь Что Ты просвещаешься Видишь какой-то Далёкий Вот Свет Вот Который может Тебя куда-то привезти В то место В какое тебе надо Вот когда Я приехала В это место Ехала с трепетом Не понимала Куда еду Вдруг Секта Да А вы знаете Да В общем-то Такой был Не у меня У меня Вот душа Она подсказывала Что Еду непонятно Но вот какой-то Как к своим Куда-то Душа зовёт Это когда В Москве По навигатору Навигатор резко Выключается Интернета нет А ты едешь И выезжаешь Туда Куда тебе надо И немножко Боже мой Ну как Получилось так Что я выехала Туда Куда мне нужно Вот здесь Примерно так же Получилось И когда я зашла В дом В избу И увидела Людей Которые там Сидели Вы знаете Вот таких Вот ещё Не начались Занятия Но настолько Были светлые Добрые Открытые Лица У меня было Такое впечатление Что вот Чувство Что я Их вот Всю жизнь Как анекдот Про корабль Да Вот долго Я вас собирал Вот у меня Примерно Такое было чувство Что долго Я ждала Вот этого момента Что они Здесь все Собрались Здорово Ребята О здорово Тамара пришла Здорово Примерно так Да А вы знаете Здесь так Всех встречали Вот не зная Друг дружки Но все друг дружку Так встречали Все кто приходил Вот На следующее утро В 6 часов утра Непривычно Сразу скажу Потому что мы Ну в частности Я живя в Москве Можем себе позволить В выходной Поспать Подольше Да Вот как-то вот А Скажем Понимаешь Что это неправильно Самое интересное Началось с утра Когда мы утром встали Значит Позавтракали Начали занятия И тут я Для себя поняла Что я ничего Раньше В этой жизни Не знала Жизнь прошла мимо Да У меня было Такое ощущение Что я пришла В первый класс И через душу Начала Выходить В общем-то К себе То К чему я Наверное Зачем я была Рождена Потому что я В принципе Задавалась Таким вопросом Себе Ну вот мы Приходим сюда Да Вот Приходим на Нашу землю Но мы же Наверное Не просто Так сюда Приходим Зачем-то Мы сюда Пришли Не просто Покушать Сходить В туалет Пойти На работу Заработать Деньги Потом эти деньги Сходить Купить Продукты И опять В туалет Опять в туалет Да Но наверное Что-то такое Есть другое Я думаю Что это не только Меня мучит Этот вопрос Я думаю Что Сейчас он Меня уже Не мучит Я уже Все знаю То есть За столько лет Мы поняли Что такое Туалет Друзья мои Ладно Хорошо И значит Вот когда Были здесь Занятия Для себя Открываешь Новое Все И настолько Это на душе Становится Радостно Когда вот Ребенок Он рождается Познает Что-то новое Падает Встает Вы знаете Вот как радость Такая Вот не у всех Хватает терпения Наверное Только бабушки Могут Объяснять Почему Вот что Такое Вот здесь Примерно Было То же Самое Он В третий раз Свал пальцы В розетку И с радостью Бабушка Рассказывала Да Но мы Наверное Здесь так И было То есть Мы слушали Все И каждый Кто здесь Находился Душой И сердцем Понимали Что Ну Что это Так Что мы Только рождаемся Что мы Только рождаемся В этой жизни Вот Изучая Все то Что мы Здесь Изучили Конечно Эти крохи Которые Мы вот Поняли Ну Хорошо Это Начало Но Слава Богу Слава Богам Что это Сейчас С нами Произошло Со всеми Замечательный Замечательный Хороводник У меня Знаете Было Раньше Такое Отношение К хороводам Ну Покрутили Хоровод Платочками Помахали И разошлись А ведь Это все Не так Это наша Старая Русская Традиция Это наши Устои Как наши Предки Как они Познавали мир Веселились Ну Знаете Мы здесь Смеялись Вот Еще раз Говорю Как дети Столько Было Интересного Вот В этих Хороводах Замечательно Просто Хороводник Ерисвет Мы в восторге В принципе Мы в восторге От всех Кто нам Преподавал Замечательно У нас Кирилл Запорожец Человек Который Любит То Чем он Занимается У него Настолько Горят Глаза И то Что он Объясняет Это Невозможно Не полюбить То есть Вот такое Чувство Знаете На самом деле Батарейка Энеджайзер Сергей Павлов Это вообще Особенный Человек Рисвет Мы через него Проникли Каждые К себе В душу Так Как мы Никогда Вообще Мы бы без него Наверное Вряд ли бы Сделали Или потратили бы Огромное количество Времени Доходя до того Чем он нам Помог За эти Десять дней Дойти до своей Души До своей Частички Мы увидели Мир С другой Стороны Увидели С правильной Стороны Поняли Кто мы Такие Что перед нами Не только Наша Великая Русь А все Что вот Все живое Все что здесь Есть Наша Матушка Природа Наш род И каждый Задумался А зачем Он сюда Пришел У нас Замечательная Повариха Верочка Мы здесь Ели настолько Замечательную Пищу Она Простая Русская В смысле Повариха Или пища И то и другое Это как-то Вот Неразрывно Повариха Она С прибаутками С шутками И готовила Нам пищу Всегда С улыбкой Принимала У нас Были Перерывы Потому что Дни настолько Насыщенные Были Ну всего Десять дней Да Вот то что мы Изучили Наверное Это изучать Еще очень долго Может быть Всю жизнь И она Старалась В эти Десять минут Пока у нее Там что-то Готовится Накрыть нам На стол Горячий чайник Заварить Кипяточек Скипятить Чтоб мы Вот она Девчонки Мальчишки Давайте ешьте Чтоб вот мозг Лучше работал Душа тоже Ну что я хочу сказать Основная масса людей Я Тоже раньше Да Жили На самом деле В темноте Я хочу сказать Всем Славянам Прекращайте Смотреть Телевизор Читайте Правильную Литературу Чувствуйте Ее Сердцем Проходите Через все Все что В вашей жизни Происходит Все Мирите На свое Сердце Вот у вас Если это Легло на Сердце Это правильно Задумайтесь о том Что у вас есть Дети У вас есть Внуки Они Наше будущее И вы должны Понимать Насколько Они Могут Построить Это будущее Настолько Сможет Существовать Наша Прекрасная Земля Наша Прекрасная Россия Да Вот так вот Встречаешься Человеком И думаешь Как же здорово Что все мы Здесь сегодня Собрались Ведь это же Надо прожить Длинную Жизнь С точки зрения Современного Человека Чтобы потом Понять Что в этой Жизни Не все еще Понято Удивительно Удивительно Что происходит С людьми Когда они Находят Что-то Новое В жизни И это Новое Важное Хочу сразу Нашим Слушателям И зрителям Сказать Что не обязательно Лезть в гугл Для того Чтобы найти Сайт Школы Буквицы Или Центр слова Если уж Слышал Народному Славянскому Радио То можно было Написать Народное Славянское Радио И все Получилось Сразу Ответ Опять Темнота Друг молодежи Современный Темнота Друг молодежи Из которой надо Выходить Ясно Так Скажи Пожалуйста Сегодня Много действий Было на улице Очень мне со стороны Смотрелось Интересно Что об этом Расскажешь У нас сегодня Была масленица Мы ели блины Девчонки До полуночи Пекли пироги Да Очень замечательно Все с утра Началось Мы позавтракали И к обеду Дружно Вышли все На улицу Наш замечательный Хороводник Ерисвет Водил хороводы Мы играли В те игры В которые я Никогда не знала Что они вообще Существуют Было настолько весело Да На улице Не совсем хорошая погода Мы растоптали Все что было Юбки были грязные Но Вы знаете Во-первых Это Не грязь Это Наша матушка Земля Это Воссоединение С землей Да Но Не важно Что Не совсем Все чисто Важно Что Душе Было Настолько Комфортно Настолько Приятно И Те игры Которые Я всегда думала Что в это Могут играть Только вот Малые дети Вот Что мы взрослые Но мы же большие Да Серьезные Серьезные Да Мы не можем Играть Такие игры Но На самом деле Было очень здорово Хороводы Мы пели Подпевали Песни Заклички Веснянки Заклички Веснянки Все замечательно Просто было Говорю Костер Через который Мы прыгали Я Никогда В своей жизни Не прыгала Через костер Мы Слепили Ну Раньше У нас Скажем Раньше Да Называлось Снеговик У нас Была Провода Зимы Слепили Они Бабу Наши Девушки Веснянку Куклу Сделали У нас Замечательная Вера Помощница Из Народного Славянского Радио Которая Помогала Нам Это Делать Своими Руками То есть Там Очень Много Было Тонкостей Которые То же Само Мы Не знали Что Куклу Нужно Делать Без Иголки Определенные Скажем Процедуры Которые Скажем Закрутки Вот эти Вот На кукле Да Но Очень много О куклах Узнали О сказах Очень много Узнали Вообще Мир Совершенно Другой Открылся В жизни Обычно На маслинец Кого-то Запаливают В этот раз Кого-то Палили Мы Распалили Зиму Что На костер Нет Нет У нас Был костер Рядышком У нас Была Зима Которая Вы знаете Долго Не хотела Таять Ну Никак Вот Она Не хотела Таять Но Она Растаяла Усилием Воли Да И Костра Тоже Вот И Через Костер Прыгали Все Это Настолько Было Весело И Ну В нашей Скажем Ну Группе У меня даже Язык не поворачивается Сказать Потому что Ну это не группа Это все родные люди Да Вот Как-то Души Соединились Прыгали По одному Человеку Сначала Какое-то Было Чувство Страха Ну Как Вот Я В длинной Юбке Буду Прыгать А вдруг Да Это Так Здорово Так Повышает Вообще Знаете Настроение Стали прыгать По два По три Человека Никто Не упал Все боялись Что упадут Сейчас так Слушаю И думаю И эта женщина Говорит И эта девушка Говорит Про внуков Да Вот Как-то Так Повезло Продолжай Продолжай Но у меня Их пока трое Всего-то Да Не верю Ну давай дальше Но очень бы хотелось Чтобы их было больше Потому что Появляется Смысл жизни Появляется Смысл жизни Зачем Дальше Жить Надо поднимать Русь И объяснять Внукам Учить их Что наши предки Были очень Мирными людьми Очень были Добродушными Никогда Ни на кого Не нападали Нас только Всегда пытались Обидеть И сейчас Это делают Но мы Не позволим Этого сделать Мы будем Русь поднимать Я для себя Приняла Такое решение Что мне Это надо Я не просто Здесь оказалось Хорошо Так Ладно Обряды Понятно Сделаны Попрыгали Поскакали Зиму проводили Растопили Весну Закликнули Да И теперь Наверное Нам в заключении Нашего Хорошего разговора Нашей Прекрасной беседы Надо Подвести итог Сказать Нашим Радиослушателям Зрителям Что-то доброе Вечное Красивое Чтоб душа Развернулась Дорогие славяне Дорогие русичи Я вам Желаю Чтоб вы Проснулись утром С ясными глазами Подумали о том Что у вас есть Ваша семья Есть дети Есть внуки И то Что вы ходите Каждый день на работу Это конечно Замечательно Безусловно В нашей жизни Нужны деньги Но То количество Которое Мы с вами Зарабатываем Не это Определяет Нашу сущность И то Зачем мы сюда С вами пришли Подумайте О том Что мы Все что мы Имеем в жизни Туда не ходят Фуры В светлую сваргу Оно все Останется здесь И не это В жизни главное Главное Наши души Главное Наши дети Главное Наши внуки Вот нам Нужно с вами Их поднимать Поднимать душой Объяснять им Учить их Только так Мы с вами Сможем поднять Нашу великую Русь Нашу Словению И к нам Все будут Присоединяться Потому что Всегда раньше Говорили Только на нашем С вами родном Русском языке Говорил весь мир Так будет Замечательные слова Благодарю тебя За интересное Повествование За то Что поделилась Своими мыслями И наблюдениями Верина Так Благодарю тебе Правильно Да Да А нашим Радиослушателям Структурах И о самом Человеке О взаимосвязях Которые Между этим Миром Человеком И высшими Структурами Происходят Поэтому Не все Идет так Гладко В начале Но Как показывает Практика Где-то Ко второму Курсу Мозги Немножечко Перестраиваются Человек Получает Какие-то Практические Навыки В жизни Подтверждение Тому Что было сказано Проходит Обучение И Те слова Которые Он услышал Поначалу Воспринимающиеся Иногда В штыки Потому что Мозг Он привык К другому Представлению О жизни И Человеку Отравленному Цивилизацией Иногда Трудно Новые знания Принимать Если Они Не вписываются В представления Которые Человек Получал До того Но все-таки Ко второму курсу Происходят Уже Некоторые Выравнивания И многое Становится Понятным Очевидным А вот Первый курс Первая сессия Это Некая Ломка Ломка Стереотипов И представлений И вот Теперь Наверное Самое Время Включить Вторую Запись Вернее Так Выдержки Из второй Записи С Еленой Ромской Давайте Послушаем Ее Отзывы О том Что она Услышала И увидела Здравствуйте Дорогие Наши радиослушатели И зрители Народного Славянского Радио Продолжаю Репортажи Из Суздали С сессии Ведического Культурного Центра Слова И у нас Очередная Собеседница И зовут Эту милую Барышню Мое имя Прежнее Это Елена Рубская А теперь У меня еще Появилось Общинное имя И зовут Меня Родомудру Хорошо Расскажи-ка нам Красная девица Как ты докатилась До жизни Такой Что здесь оказалось Ну Катилась я Вообще-то Долго Как Наверное Образно Можно сравнить Путеводный клубочек Какой-то Катился Катился И В конечном итоге Он прикатился Вот В этот прекрасный дом Так я и оказалась Здесь Ну хорошо Что-то тебя Сподвигло На то Чтобы Ты здесь Все-таки Приостановила Своё движение На какое-то время На эти 10 дней И потом Покатилась дальше Или просто так Катилась-катилась Ветер Дул-дул Потом бах На что-то Наткнулась Крой глаза О А я в центре слова Нет Я в общем-то Знакома С центром слова С сайтом Школа Буквицы Не вчера И это уже Где-то порядка Наверное Двух лет Вот Я в интернете Прониклась Буквицей Стала изучать Лекции Сергея Павлова И уже давно Хотела приехать Ещё в прошлом году Когда открылся Центр слова Я сразу подумала Что это как раз То место Куда мне нужно Приехать Я сразу Подала заявку И получила Приглашение Но так сложилось По работе Что Я не могла Покинуть Москву И уделить Внимание Себе Любимой На две недели Как того Требовали Условия И в прошлом году Мне не удалось Приехать Затем была Ещё одна попытка Когда Была новая Сессия В РКИМе Прошлым летом Летом Шестнадцатого года Мне Опять пришло Пришёл запрос Что поеду ли я Туда учиться Поскольку Я была записана В первый Семестр То Повторно Мне прислали Ещё одну заявку Но Опять же Как говорится Не сложилось Летом И вот Но я не сдавалась Я всё-таки Была уверена В том Что я конечно же Сюда приеду И вот Третий раз Пришло приглашение Я ещё думала Придёт Не придёт Придёт Не придёт Приглашение Думаю Как бы напомнить Но тем не менее Приглашение пришло Я очень обрадовалась Что оно пришло И тут я поняла Что что бы ни случилось С третьего-то раза С третьего-то раза Если всё-таки Это пришло Значит Это моё И поэтому Несмотря на то Что И в этом году Тоже Период Такой Он каждый год Бывает этот период Подготовки детского Локально-хорового фестиваля Которым я непосредственно Занимаюсь И сейчас Он через три недели Состоится И очень Напряжённое время Но даже Это меня не остановило В этот раз Я всё-таки Приехала сюда Потому что я чувствовала Что Как бы Душа меня зовёт Я хочу тебе так По секрету спросить Но ты вот Два года Изучаешь буквицу Залезаешь Каждый свободный день Наверное Время На сайт Школы буквицы РФ Да Что ты здесь забыл Там то же самое Всё наверное рассказывают Нет Я бы так не сказала Что то же самое Видно что Как бы Даже по лекциям На школе буквицы Видно что Каждый раз С каждой новой лекцией Появляется что-то новое И не только В содержании Самих лекций Но и так же Сами авторы Они преподносят Как-то всё Более Доходчиво Эти знания Вот И кроме того Прекрасно учиться По интернету Очень многое Можно понять И я как человек Не первый раз Задумавшись О том Зачем мы пришли В этот мир О смысле жизни Об этом уже давно Думала И был достаточно Большой духовный путь К славянству Но хочу сказать Что в интернете Нет ощущения Присутствия Вот с единомышленниками Хотя оно есть Конечно какое-то Но оно всё-таки Виртуальное Вот Недушевное Такое Как в этой школе И Буквецу Конечно же Надо Прочувствовать О чём Сергей Неоднократно говорил В своих лекциях Но прочувствовать Самой Это очень трудно Вот Без Как бы Указателя Которым для нас Являлся Сергей Павлов И поэтому Я приехала сюда Чтобы Во-первых Открыть в себе Это чувственное Восприятие Буквицы Которая В общем-то Для меня Стала уже Такой родной За это время Что я её Самостоятельно изучала И Я это Здесь Прочувствовала Помимо Буквицы Здесь же Есть люди Которых Можно прочувствовать Приехала сюда Насмотрелась Незнакомые Ну и что с ними делать Незнакомые Села За парту Сложила ручки Стала дальше Что-то записывать Нет Ну Самое интересное Как Уже тут Об этом говорилось То что Нельзя Назвать Тех людей Которых Я здесь Встретила Незнакомыми У меня Было такое Ощущение Как будто Я с этими Людьми Уже Когда-то Где-то Встречалась Я это уже Где-то Слышал Кто-то Это уже Говорил Продолжай Я не Подслушивала И не Списывала На самом Деле Да Вот У меня Соседка По спальному Месту То есть У нас Уже По спальным Местам Соседи Появляются Знакомства Все так Плотненько Все так Близко Некий закуток Была Очень молодая Девушка Приятная Анечка И у меня было Такое ощущение Что это Моя дочка Настолько Она Как-то Была Близка Мне И Сложились отношения Просто молниеносно Вот Буквально Буквально С первого Шага Как я Зашла Как Меня Встретили Как Я Ощутила Эту Атмосферу Все Дочурка Ты не Видела Мои Тапочки Поэтому Вот Здесь На самом Деле Атмосфера Такая Любви Благодушия Благожелательности Внимательности К друг Другу Поддержки Поэтому Здесь Общинный Дух Я Поняла Что Такой Общинный Дух Общинный Дух Общинный Пахнет Хорошо Ты мне Вот что Скажи Десять Дней С утра С шести Утра До поздней Ночи Но Тяжеловато Все-таки Оно Того Стоит Стоит Да Тяжеловато Согласилась Особенно Для меня Поначалу Это было Тяжеловато Поскольку У меня Был Такой Режим Дня Нестабильный И я Так Рано Не Вставала В Вольный Режим Хочу Сегодня С утра Хочу К вечеру Завтра Да Ну Я уже На пенсии Поэтому Ты опять Меня все Обманывают То бабушки С тремя Внуками Внучками То пенсионеры Что они Мне дурят Молодые Девки сидят Ну Давай Дальше Ну Знаете Как вам Сказать Не красней Вообще-то У меня Уже Пять Внуков Я не знаю Толь Передачи Прекратите Я себя чувствую Полным ослом Ладно Хорошо Один Мальчик Еще Три Мальчика Еще Принцессочка Одна Поэтому Я Как раз Вот о них И думаю Об их Будущем Такая девушка На выдне сидит И внуках Рассказывает Так Ладно Хорошо На чем мы остановились На внуках Чуть раньше Про фестиваль Говорили Хоровой Так Ладно Зачурка здесь Встретилась Все замечательно Повстречались Давно не виделись Ну Вот К сожалению Мне кажется Что уже давно Потому что Ощущение было Такого Родства И Того Что мы здесь Не 10 Дней провели А даже Вот На второй день Было ощущение Как будто Мы уже Здесь месяц Находимся Время Время Как быстро Ехала И я вот Сейчас Как-то Так даже Сердце Осиротело Осиротело Да Ладно Хорошо Ты сказала Что здесь Несколько Преподавателей Это же Все-таки Не буквица Получается Каждый Что-то Свое Давал Что Конкретно Тебе Запомнилось У Каждого Преподавателя Такое Что надо Сказать Вот у него Вот это А вот тот Зеленый Глаз Я бы лучше Всех Запомнил Ну Запомнились Все Конечно Преподаватели Каждый Профессионал В своем Деле В своем Деле И не Просто Профессионал А человек Который Понимает Что Он Не может Не делиться Этими Знаниями Что Это Эти Знания Идут От его Души И он Хочет Передать Эти Знания Нашей Души Чтобы Мы Раскрыли Свою Душу Арисвет Сергей Павлов Он Как раз Направил Наше Внимание На то Что Мы Есть Душа И что Мы Должны Почувствовать Нашу Душу И научиться Ей Пользоваться Вот Если Сказать О буквице С ним Понятно Да Ну Он же Еще Нам Преподал Азы Такого Прекрасного Предмета Как Харийская Арифметика Все Ученые Теперь Становитесь Очень Интересный Предмет Мы Прошли Уже Начальную Стадию Что Проходят В первом Классе Изучили Как это Сложение Ну В общем Да Сложные Такие Действия До До Девяти Мы Теперь Считать Умеем Девять Основных Чисел Которые Являются Простыми Числами В Харийской Арифметике Мы Теперь Знаем Хорошо И Умеем Складывать От Одного До Девяти Прекрасно Я Так Предполагаю Как внуки Будут счастливы Когда узнают Бабушка До Девяти Научилась Считать И Складывать Умеет Теперь Какое Счастье Бабушка Мы Рады Что В школе В нашем Детстве Нас Не тому Учили Теперь Мы Это Хорошо Понимаем Хорошо С Ресветом Понимаем Или Еще Что По Ресвету Давайте Перейдем К другим Давай У нас Был Ежедневный Восторг От Того Что Мы Имели Возможность На улице Поводить Хороводы Это Был Просто Праздник Для Души Я Вот Так Представляю Себе Бабушка Скажут Внуки Мы Хороводики В детском садике Водим А ты В таком возрасте Радостно Да Радостно Да Поскольку С хороводами Приходилось Сталкиваться Своей жизни Частенько Особенно Последнее время С детскими Хороводами Но Это Всегда Казалось Раньше Что Это Просто Праздник Люди Вкруг Стали Повеселиться Побегать Порезвиться И Хоровод Представлялся Ну Просто Как Объединение Интересов Встаньте Дети Встаньте Вкруг Вот в таком И это и друг И ты мой друг И вдруг Оказалось Что это интересно Не только детям Что хоровод Имеет Вообще Глубокие традиции Что это Не просто Прийти Повеселиться Побегать И попрыгать И походить Друг за дружкой Но это еще Несет Некие Энергетические Ощущения Единства Не просто Единство Плечок к плечу А именно Ты чувствуешь Энергетику И не зря Наверное Существовали Раньше Вот У наших Предков Традиции Ведение Вот этих Хороводов И вот Арисвет Ой Не Арисвет Ярисвет Это новое Имя нашего Хороводника Александра Куприянова И он Действительно Соответствует Этого Имени Поскольку Он дарил Нам свет Вот этой Энергетики Этой Божественной Связи Этого Единения Вот В этих Прекрасных Хороводов Я просто Даже У меня Картинка Перед глазами Стоит Как мы Все Встаем В круг Особенно Когда он Ведет Нас Цепью Разными Фигурами Вот И вот Как Вот Он Это Делает Что Можно За Нем Идти 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 Хоть Наконец Света Настоящий Мужчина Настоящий Мужчина Да То есть Теперь Когда Ты будешь Ведет Детский Хоровод Ты будешь Говорить Не так Ребята Ведут Что-то Там Подмечать Или указывать Так Пошли Змейкой Змейкой Пошли Я Надеюсь Что Я не Просто Буду Это Подмечать Я Надеюсь Что Я Еще Буду Это Использовать Те Знания Которые Я Получила Поскольку Вот Я Непосредственно Занимаюсь Детским Фестивалем Где У нас Есть Такая Номинация Как Народное Пение Народные Фольклорные Ансамбли Ну И не только Фольклорные Ансамбли Интересуют Хороводы Есть Еще И Просто Хоры Разные И Просто Дети Которые С удовольствием Встанут Хоровод И вот Хочется Рассказать И донести До них Информацию О том Что Такое Хоровод Поэтому Сейчас С Ярис Светом Мы Этот вопрос Обсуждаем Как Лучше Детям Донести Те знания Которыми Хотелось Бы поделиться С детьми Поскольку Они все-таки Наше будущее Они должны Знать Что такое Хоровод И как Можно В хороводе Друг с другом Общаться То есть Хоровод Это не просто Так Дальше Еще Для меня Впервые Я столкнулась С Календарем Наших предков Каля-де-Дар И Вел этот предмет Замечательный Человек Кирилл Запорожец Человек Который Увлечен В лучшем смысле Этого слова Заражен Вот этими Знаниями Который знает Столько Сколько Мы даже Не могли Услышать А не только Воспринятие Поэтому Нам Между сессиями Предстоит Учиться Учиться И учиться По-ленински Да Разобрать Воспринять Вось Принять Все эти Знания Которые Он Так Нам Интересно С таким Увлечением Приподнёс Заложил Заложил В нас Эти знания Вот теперь Надо их Распаковать Осознать Продумать Ну мы Уже Посчитали Кое-что И узнали О нашей жизни Исходя Из нашего Календаря Так что Очень много В общем я смотрю Не просто здесь Бубушки какие-то Да Кто что рассказывает Здесь практически Занятия получается Не то слово Практические занятия Встал Около шести часов Быстренько бежишь На гимнастику Кстати вот Кирилл преподавал нам Не только Знания о календаре Он и нам Еще практические занятия Вел с нами Каждое утро Вот Мы проделывали Тут массу Упражнений Которые я вообще Раньше И даже И не могла Сделать То есть в теле Какая-то такая Приятная гибкость Появилась Еще бегали Босиком по снегу Вместе Каждое утро А потом Быстренько завтрак И быстренько На занятия И между занятиями Только 10 минут Перерыв на чай Потом Полчаса на обед И опять занятия И так каждый день До 7-8 вечера Спартанские условия Я бы не выдержал А мы выдержали Вот такие герои Героини здесь Так Хорошо Кто еще Запомнился Так вот Алексей Орлов Еще у нас Был такой Персонаж Позвольте вам Представить Алексей Орлов Который нам Поведал Что такое страх Напугал всех Напугал всех Что нужно Вообще-то Связаться С родом И Разобраться Со своим телом И подумать Кто ты есть На самом деле Ты кто такой Вот И Надеюсь Что мы Получим Еще Дальше Более глубинные Знания По этой теме Ну Не успели еще Да Маловато мы Пообщались Повзаимодействовали Маловато Мне тоже не хватило Общения Но мы еще Наверстаем Наверстаем Да Сессии новые Еще впереди Мы должны Изучить наших Предков Восстановить Вот эту связь Для нас же Для того Чтобы мы Взаимодействовали С родом И чтобы Передать Вот эти Знания Нашим Детям Нашим Внукам Чтобы Эта связь Она ощущалась Всеми поколениями Сегодня был Еще более Насыщенный день Потому что На улице Очень много Было действий И обряд Было Гуляние Были Что тебе Запомнилось Из этого Что запомнилось Все 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 Вот картинка Перед глазами Полная Стоит Это было Какое-то Действо Из которого Ну нельзя Как бы Вырвать Какую-то Часть Тут надо Рассказывать Так все Целиком Оно Единое Цельное У нас Много Времени Ты можешь Сейчас Расслабиться И так По порядку И так Восемь Часов Ну прежде Всего Мы подготовились Как положено Мальчики Дров Нарубили Натаскали Костерчик Сложили Девочки Куклу Сделали Обсуждали Все-таки Какую нам Куклу Делать То ли Сжигать Зиму Провожая То ли Встретить Весну И в конечном Итоге Мы остановились Что душа Как-то нам Сказала Что давайте Будем мы Делать Веснянку Куклу Для того Чтобы встретить Весну И поэтому От этой Куклы Зависел Сценарий Наших Дальнейших Действий Что мы Будем Делать Куклу Когда делали Что-то Новое Узнавали Конечно Нам Вера Очень Помогла Деляясь Своими Знаниями Как правильно Делать Наши Традиционные Куклы Мотанки Там Очень Много Действий Которым Мы еще Должны Обучиться Чтобы правильно Делать Эти куклы Я надеюсь Теперь мы Азы Какие-то Усвоили И уже Появилось Желание Творчества Поскольку Женщина Должна Заниматься Творчеством И тяга Такая Появилась Своими Руками Делать Обережные Куклы И разобраться Все-таки Какая кукла Чему Соответствует И какие Праздники Используются Какие куклы И Какими Куклами Играли Наши Далекие Предки Их дети Вот это Тоже Стало Интересно Так А кого Что-то Полили Обычно На масленицу Кого-то Сжигают Да Вот Всеобщее Такое Представление Что На масленицу Надо Кого-то Сжигать И вот Как мы Разбирали На уроках С тобой А да Забыл Что Существует Два вида Сжигания Это вертикальное И горизонтальное Сжигание Вот Той куклы Которая На масленицу Сжигает Были Раньше Обряды У наших Предков Сжигание Кукол Это Как бы Отправление Их К роду Но мы Подумали Что Все-таки Мы Не будем Никого Сжигать И нам Как-то Ближе Встретить Весну Что сделали Сделали Мы Сделали Вот эту Куклу Мальчики Слепили Снегурочку Которую Нужно Было Растопить У костра Чтоб Она Растаяла А перед Этим Перед тем Как Снегурочка Должна Была Растаять У нас Еще Были Такие Игры Где Мальчики Ярились Девочки Лелились Вокруг Костра Пели Песенки Мальчики Боевые Кличи Такие Демонстрировали Свою силу И потом Атаковали Нас Для того Чтобы Отбить Куклу Веснянку Но мы Сопротивлялись Мы не поддавались Мы не поддавались Да Хотя Снега было маловато Но тем не менее Нашелся снежок Чтобы слепить Снежки Забрасывали Их Снежками Но С третьей попытки Все-таки Им удалось Девичье сердце Трогать Наши ряды И завладеть Куклой Вот Ну Как бы Кукла Это не сжигается Веснянка Эта кукла Находится на хранении До следующего праздника Следующего года Она только Приносит радость Прихода Весны И когда Кукла Точнее не кукла Снегурочка Которая стояла Около костра Которая все Ярче-ярче Разгорел Разгорался Наконец-то растаяла После наших Долгих действий Вот она Мы почувствовали Что да Весна пришла Случилось Случилось Ну конечно Мы поспособствовали Мы С удовольствием Прыгали через костер Я бы даже не сказала Прыгали Мне казалось Что мы просто Летали через костер Некоторые просто Перешаги Да Ну Да Такое тоже Потом были хороводы Змейки Что там еще Ручейки Да Были хороводы Были ручейки Разные В детстве Когда-то играли В ручейки Но были какие-то Простые ручейки А здесь были такие Волнообразные Даже ручейки С какими-то такими Внутренними Виражами Я бы сказала Очень разнообразные Хороводы И прекрасная музыка Так что даже Не хотелось уходить Просто захотелось Чаю попить Пришлось прерваться Пришлось прерваться Хорошо Общее впечатление О людях О преподавателях О том Здесь есть Так вот Общее Ну если кратко Сказать Общее впечатление Такое Что здесь Источник Живой воды Вот как бы Мы все Окунулись здесь В этот источник Живой воды Вот я Почему-то Вспомнила сейчас Одного художника Нашего Русского художника Ефима Васильевича Чеснякова Уроженца Костромской области О нем мало знает Но он уникальный Человек был Он не просто был художник Он был художник-мыслитель Он писал стихи Он Сочинял сказки Для детей Великолепные Философские Ну не только для детей Для взрослых У него потрясающие Просто картины Из которых идет свет И вот Мне запомнилось Он как-то В своих Сочинениях Сказал Что Я принесу Живой воды Вот он Своим творчеством На самом деле Принес Живой воды И вот Мне здесь тоже Ощутилось Что Нам В этой школе Принесли Живой воды Замечательные слова Замечательные сравнения Замечательные образы Хорошо У нас есть традиция Когда говорящий Или говорящая Я в данном случае Желает нашим Зрителям и слушателям Что-то хорошее Доброе От себя Так что На душе потеплело Весна наступила Что Хотелось бы сказать Я Родомудра Душа Частица души Бога Желаю Вам Всем Слушателям Душам Частицам Души Бога Стать Творцами Поскольку Вы Ими Являетесь Этими Творцами И мы Вместе С вами Должны Сотворить Новую Светлую Прекрасную Жизнь Которую Раньше Имели Наши Предки И я Надеюсь Что вместе С вами У нас Это Получится А я-то Как надеюсь Благодарю Тебя За добрые Теплые Слова За участие А нашим Радиослушателям И зрителям Передаю Плавенный Привет Быть добру Друзья Мои То что вы Услышали Это Малая Часть Представлений О том Что происходило На занятиях Потому что Сотворцов Как принято Говорить В этом Центре Было Намного Больше Почти Три Десятка Естественно Со всеми Я не мог Поговорить Но даже Этого Хватит Для того Чтобы Понять Общее Направление Деятельности И то Настроение Которое В наших Беседах Передавалось Мне же остается вам Сказать До свидания До новых встреч Увидимся И услышимся Быть добру И лети ты На крылатом Каде Рус Далекие Тысячеледья Рус Продолжение следует... Продолжение следует...